привет хорошо что вы зашли именно здесь вы получите ответы на ваши вопросы касательно ваших отношений что сейчас между вами именно на данный момент когда ваш пальчик выбрал это видео случайно или не случайно когда видео для вас открылась эта коробочка волшебная здесь карты ленорман они знают вас они знают вас потому что здесь есть ваш портрет портрет госпожи и я посмотрю что сейчас между вами какие его мысли и чувства к вам на что он надеется и для чего вообще вы встретились кем и для него сейчас являетесь кем вы для него будете меня зовут лена кто не знает здесь мое имя и работа на youtube моя называется колено что он означает в переводе голос лены и сейчас я карты оживляю они живые они хотят вам сказать правду распад общий но с каждым будет резонировать по особенному по вашему точно так же как и заказанный расклад предсказатель взял те же бы карты и вам пришлось бы выбирать отсеивать вылавливать свою информацию чтобы узнать правду давайте я буду искать сигнификаторов то есть вас и вашего мужчины и мы посмотрим при диагностику что перед вами и что после вас что перед ним и что смотрите якорь и корабль и что после него будет видно как он к вам относится на момент просмотра вы смотрите на карту корабль корабль это романтика это преграды которые вы уже прошли до пиковая масть это наработанный сложный опыт скорее всего у многих из вас сложный опыт в отношениях может быть было сложно понять друг друга но я скажу что не бывает легко понять другого человека другой человек это другой космос и поэтому если вы думаете что у других легче или они легко понимают друг друга вы просто не то чтобы вы ошибаетесь нет вы просто не знаете что люди некоторые либо они рассказывают правду скрывает ее намеренно или не намеренно некоторые намеренно чтобы вы подумали почему у меня не так все хорошо да у всех все сложно когда касается вас и другого человека потому что другой человек это другой мир я сейчас ищу мужчину но здесь хочу сказать что еще карта корабль она сочетается с картой якорь посмотрите а якорь это стабильное отношение так что этот мужчина которым вы сейчас просили он не просто хочет продолжать отношения с вами он хочет чтобы было больше стабильности он хочет того же что и хотите вы другими словами да он и вы хотите одного быть счастливыми принципе это задача и цель любого человека каждый идет к этой цели своим путем но у вас один путь потому что корабль это романтика это когда вы будете встречаться кстати для девочек и мальчиков кто еще не в отношениях вот это новые отношения могут быть вообще лучше мои расклады смотреть всем и свою ситуацию обязательно вы поймете и так вот мужчина смотрите с какими картами он вышел но он ищет конечно легкой жизни потому что он смотрит на карту клевер он ищет легкой жизни легкого решения проблем если между вами есть проблемы он ищет легкого выхода из ситуации то есть другими словами он не зацикливается не заморачивается наоборот он даже может быть где-то и хотел бы чтобы и вы не заморачивались то я вкладываю карты назад колоду вот потому что он смотрит на клевер клевер это карта легкой добычи и данном случае рядом со змеей ведь карты считаются все настрии и все зависит какой комбинации они вышли а он ищет легкой добычи может быть деньгах ищет легкой добычи может быть вообще в судьбе он хотел бы быть счастливчиком балованием судьбы это его кредо и наверное это вообще там нормальное рациональное поведение любое у любого мозга любого менталитета наш мозг ищет что легче не зря мы все девочки мальчики любим сладости но кто любит алкоголь это же тот же самый сахар то то есть мозг ищет сладость легкой быстрой энергии чтобы функционировать это намек вам потому что везде подобное вот притягивает подобное и мы видим одно и понимаем другое так что вот в этом понимании что я говорю мозг любит сладкая легкая наживая для мужчины пример привожу да если кто не понял и мужчина здесь ищет легкой жизни его в этом упрекнуть не ну нельзя как я уже сказала потому что это естественно поведение человека но там есть еще одна сноска которую многие может быть не знают это нормально когда человек ищет для себя легкой жизни но не за счет других людей когда человек ищет легкой жизни пользуясь другими до манипулируя другими вампиризм занимается это конечно это огромный грех такой человек никогда не будет счастлив такой человек несчастные потому что он не может забрать у других что ему по праву не принадлежит а он просто нарушает законы природы все если человек нарушил законы природы он будет отвечать за поступки может быть то что я сказала не касается вашего мужчины потому что я в канале карт нахожусь это называется ченнелинг и я считаю карты то есть я сама себе не принадлежу когда я говорю что я сказала кому-то нужно было услышать потому что вполне возможно что вы кто сейчас смотрит находитесь в сложных отношениях и змея вышла и вполне возможно что вы сейчас имеете от мужчины какую-то боль обиду вы имеете от него предательство вполне возможно потому что змея но змея это не только такие значения люди все привыкли к таким значением потому что легко увидеть они на поверхности вообще змея это ум сообразительность смелость умение найти альтернативное решение это предприимчивость это эзотерическая карта духовности потому что переход до кожи меняет змея всегда на новый уровень приход может быть вот все эти качества которые только что упомянула свойственны вашему мужчине вот все эти качества которые я сказала а может быть что у вас есть пять соперница у некоторых кто смотрит понимаете если у вас есть соперница если вы относитесь к треугольнику так называемому дали качели в отношениях такому всему мужчина это все делать не со зла если он это и делает он ту женщину вряд ли любит он просто хочет легкой наживы легкой жизни может быть она потому что она ходит у него пока что ну как бы букет на конфетном периоде может быть ему это и нравится ну что там нет нажима там нет реальности там нет бытовой жизни там нет такого бреда индуцированной повседневности когда мы воспринимаем повседневность как что-то плохое потому что посетить повседневность это самая сладкая если правильно понимать может быть мужчина уставший от такой индуцированной повседневности которые может ему навязала жизнь детство жизнь рот у всех по-разному он ищет вот такой легкости такой да и не понимая что когда-то эта женщина другая станет ему уже если если да ну нет вниз не факт я на картах смотрю если эта женщина станет ему уже в быту подругой там будет то же самое потому что happiness счастье лежит внутри человека они снаружи если он ищет счастье в другой женщине в другом человеке и так далее у нас ошибается да он ищет легкой наживы потому что а и когда с ней будет бытовуха если с ней будет бытовуха но я еще не знаю повторяюсь карты покажут он будет искать дальше то есть в нем внутри пусто вот это может быть вполне это один из вариантов я буду давать все варианты следующий вариант сексуально горячий мужчина и хочет с вами встретиться видите как карт или нормально так и так и так и я хочу сказать что вы тоже будете кстати свое понимать потому что карты говорят с вами без слов понимаете вы как они работают или нет неважно они говорят с вами без слов смотрите здесь он хочет лег легкости потому что клевер конечно и лишь о встрече с ним свидание с ним бубновая масть это скоро по ранней дорожке имеется виду скоро свидание с мужчиной очень скоро который очень горячие чувства к вам имеет видите какие разные комбинации могут бреда это что с вами срезонирует вы узнаете вы узнаете наверняка еще конечно нужно сочетать эти два расклада вместе но это предварительные расклады и у вас романтика и у него встреча с вами так что вот скорее всего встречается он с вами если вы думаете а если у него еще кто-то за спиной у за змея скорее всего была другая женщина ну или до вас x какая-то да но уже ее нет он ищет себе новые отношения то вы если вы с ним только встречаете если вы с ним живете вместе я бы сказала что если вы даже его подозревали в измене но этот расклад пока не показал только две карты он так глубоко не смотрит но сейчас он ищет спокоя для себя спокойной простой человеческой жизни он не ищет приключений любовных вот если об этом идет речь почему но потому что я сочетаю якорь и и змею в это все сочетается если была змея то давно и сейчас якорь то есть стабильное отношение с ним посмотрим подтверждение моим слова слова потому что мои слова это ченнелинг да и я не знаю подтверждение с каждой с карты скажу да подтверждение слова моим точная карта ключ говорит ключевой мужчина вашей жизни ему можно доверять ему можно давить по судьбе мужчина понимаете по судьбе мужчина ключевой мужчина можно доверять и любит вас вот пожалуйста если девочки у вас ситуация как которую я рассказала там ему не доверяли у вас были ссоры или были преграды третье лица преграды или обстоятельства у всех у вас будет по-разному но расклад любом случае вам скажешь правду вы поймете когда вас идет речь если преградам преграды между вами были третьи лица а это змея это может быть у него мама которая по незнанию типа так сильно любит сына хотел ему помочь выбрать женщину это вообще бред сумасшедшего когда мама помогает взрослому мальчику выбрать женщину мамочки мы должны отступить мы должны отступить да мы родили детей в муках но мы должны отступить я в последнее время понимаю что это не был выбор родителей не родить до раз вы были беременны вы должны были родить так что давайте не будем делать из этого то есть не будем делать из себя героиню да хотя ну действительно геройский поступок жизнь дай да но но в тот момент а сейчас уже новое время он взрослый мужчина пусть он сам выбирает себе женщину ему с ней жить они вам да но это я как сама к себе тоже говорю потому что я в свое время тоже ошибки делала соответственно да могу сказать одно если это его мать он выберет вас вы ему по судьбе он вас очень страстно любит рыбы что там говорить да не есть оваться в вашу жизнь если этого бывшая он вообще не отвернулся он хочет себя новой жизни клевер бубен новой жизни он ищет вас он хочет новой жизни если вы с ним живете вот когда живут люди вместе мне говорят про семейных мало говорить кстати говорю про всех или вот мы еще не замужем не женаты тоже мало говорить и говорю для всех всегда потому что в понятии эзотерики есть штамп паспорте нет штамп паспорта паспорте вы уже пара если он медлит не делает этого решения чтобы оформить отношения он делает ошибку так нельзя так нельзя потому что мужчина как и женщина если вы вместе вы не свободны вы заняты заняты друг другом сделать ли он выбор в пользу вас будет ли это бумага например да что со штампом который необходимо для всех кстати это не шуточки потому что вы всему миру показываете мы вместе мы дали обещание друг другу он сделает это потому что книга книга это запись церковной книги в книге мэрии то есть записи о том что вы вместе все он вас выбрал судя по этому раскладу девочки опять что на данный момент на данный момент он выбирает вас у ключевой мужчину вас обожает вам совет потом я перейду к тару смотрите видите эту карту эта карта крест о чем она говорит что сейчас ваши родные родные по роду хотят вам что-то сказать на кресле тоже ну может кармически вы прошли какие-то сложные кармические отношения да и может вы страдаете может вас душа страдает не только душа страдает у вас но и сердце плачет это девочки сердце плачет у вас у многих кто смотрит может мужчина обидел но все будет хорошо смотрите что делается до крест и коса это карта конечно страдания потери это карты несправедливого отношения к вам это все меняется на карту солнце карта солнца говорит что вы будете счастливы вы обязательно будете счастливы вот не плачьте больше не страдайте девочки так жарко сниму кофточку извините минутку не страдайте и не плачьте понимаете не нужно больше я знаю что вам больно что вам больно вспоминать о том что вот какой-то мужчина сделал может быть этот от может предыдущий но понимаете это все в прошлом нельзя жить в прошлом нельзя девочки там жизни нет там уже все там уже отжило прошло но она отошло не страдайте потому что в будущем есть радость когда вы страдаете о прошлом в эту радость и блокируете да а он хочет быть с вами он хочет таких радостных стабильных отношений я сейчас буду переходить на таро а я хочу сказать все плохое пусть уходит а все хорошее пусть остается но карта крест показывает просто рот это родовые корни говорят не думая о прошлом ты ранишь себе сердце говорят родовые корни это ваши хранители рода говорят часто карта крест показывает просто на хранители рода они говорят ты будешь еще счастлива мы знаем что ты будешь еще счастлива и так я этот раскладик оставлю расплатив люди не любят когда говорю скажу расклад просто да я оставлю здесь потому что мы будем сравнивать карты мы будем сравнивать эти карты с картами таро с вашего позволения все останется здесь как оберег будет работать пока я буду продолжать как оберег будет работать для вас так сделаем а сейчас я перейду на таро и те же самые вопросы что на данный момент между вами и что будет дальше три основные карты возьмем а там будем дополнять что на данный момент между вами и что будет дальше посмотрим девочки и мальчики может быть и он вспоминает но вспоминает только хорошего чем дело может быть он не видит новую возможность но он вспоминает только хорошим все время говорит было раньше лучше между нами что теперь случилось почему она ко мне охладела он вот так думает может быть дал многих проиграется он горит страстью к вам у него и чувства это король жезлов у него до сих пор есть извините к вам чувства видно было ссора у многих девочек кто смотрит вот чувства есть даже когда он ссорился все равно вас любил потому что король жезлов вместе с рыцарем меча вы знаете вот то что было сказано и ими вами его просто раза раздавила его просто раздавила да он надеется что будет хорошо что-то картах хорошего будущего все ссоры уже себя истощили извините я очень много даю трактовка трактовок этих карт во многих видео девочки кто новенький заходите смотрите сейчас просто так рассказываю вам да а ведь он тоже обиделся он был раздавленный может быть была ссора из-за финансов из-за родителей его из-за матери может его из-за его бывшие можете заводите из первого брака у кого что но ссора была с обидными словами сказанными понимаете с обидными словами которые были сказаны он был тоже раздавлен он тоже был раздавлен он хочет вкладываться в любом случае в отношении потому что жезл это вкладываться в отношении если девочки вы поссорились вот эта карта примирения вы будете еще радоваться встретить их кто-то случайно ну так типа случайно а на самом деле он придет туда потому что хочет вас увидеть это я вам говорю у многих проиграется будет продолжение отношений и вот эта осень это когда уже пожинают урожай да это символ осенний символ это символ того что он уже созрел для этого правильного решения если он ищет решение не принял да он уже созрел чтобы выбрать вас чтобы вкладываться вашим отношения чтобы ценить вас любить понимать что не случайно друг другу данные что выдан даны друг другу для счастья а что не случайно искра любви между вами правда потому что это дорогого стоит когда мы друг друга заметили мы любим вкладываемся друг друга он очень хочет примирения если вы поссорились если вы встречаетесь в все вроде хорошо и думаете как будет дальше будет период притирки этого этого никто не отменял да вот здесь показано между вами будет период притирки но это не значит что это плохо поскольку период притирки есть у всех и пока у вас и у него не будет понимания того что но не может человеке быть все что вам нравится до 50 на 50 примерно всегда если там уже перекос идет например 90 не нравится 10 только нравится тогда вы думаете как найти другого человека но здесь и вот спросите сами у себя готовы были ли вы вкладываться потому что вы ему принципе нравитесь вся жезлы король жезлов это страсть к вам он вспоминает самые радостные моменты постоянно вспоминает и особенно когда в ссоре он сам себя даже где-то уговаривает он говорит что на смотри как было все хорошо почему так часто вот эта двойка жезлов вот видите он все делает для вас все что он делает или в бизнесе в делах там на работе даже если вас нет рядом а он чем-то занимается он он думает может быть вам так не кажется но он хочет чтобы все было как для вас понимаете он знает что и прошлый вас общее есть откуда черпать какой-то фундамент какой-то да он знает что и будущем много может быть хорошего он кстати про он кстати в этом абсолютно прав и но он тоже хочет новизны но каждый человек понимает что сексуальные отношения вообще отношения чем больше новизны тем лучше и здесь page жезлов показывает что вот смотрите пустыня да а он смотрит на жезл который расцвел понимаете в пустыне то не могут быть такие листочки то есть он хотел бы чтобы то что с вами истощилась пустыне то вот истощилась это масса анальный заряд какой-то может ссоры были он хотел бы вам сказать что давай не будем больше говорить о том что для нас не работал это пустыня это выражение того что он говорит давай не будем больше говорить о том что вниз не сложилось у нас а будем смотреть позитивно в будущее и огонь страсти смотрите голова там перо такое огненное то есть он думает о вас очень положительно в общем мужчина он может быть и имеет много минусов как любой человек но у него вот и есть вот этот оптимизм внутренний внутренний оптимизм и показывают он его наружно или нет это уже не факт но внутренний оптимизм огромный смотрите кругом жезла не расцветают жезла это единственный живой материал 2 до 2 4 масти и три металлические кстати кто не знает понимаете три металлические массы масти и они горячие например огонь масти меч заключается в том что это энергия опасности да там энергия трудных решений такая энергия серьезная пентакль это горячая энергия материальности но материальности это тоже сексуально же энергии то чаши это более холодная прохладная энергия кстати потому что это сосуд да все зависит от того что мы вольем в эту чашу любовь или ненависть вольем ненависть чаши будут холодная такая злая вольем в чашу любовь она будет горячая желанная счастливая сердечная ну вот это все что касается металла металл зависит от температуры ямб как эзотерик говорю да я алхимически читаю 2 кому нужно к урокам моим обращайтесь пожалуйста а здесь мы имеем ввиду жезлы это единственный материал который способен обновиться и он живой он живой это как жизни живая да и и мечи и чаши и пентакли это все не живой материал то продукт рук человеческих а жезл это живой материал природы как сама жизнь но я здесь вижу одни жезлы смотрите в этом раскладе понимаете одни жезлы так что страсть у него к вам есть а страсть это желание продолжать это надежда на то что вот это дерево расцветет и придет весна опять понимаете о чем речь там и как раз говорила об этом и пентакли вышли это очень хорошая карта очень хорошая она понимаете вам говорить одно то что нужно вам узнать этот мужчина хочет продолжать работать надо тоже отношениями 8 это продолжение это постоянный процесс обновления а пентакли это помощники да то есть он хочет он для него это хорошо для него это приятно работать над вашими отношениями он хочет в вас вкладываться он хочет вас вкладываться еще пентакли вая карта это двойка пентакли и она говорит что может быть вы или поссорились из-за денег из-за материальной составляющей потому что вообще-то любовь любит удачу кто не знает любовь любит радость понимаете любовь не любит слезы вот мы девочки часто этого не понимаем и забываем об этом эзотерическом законе любовь любит удачу ну а удачными мы должны чувствовать себя изнутри тогда тогда все будет хорошо может быть здесь вот по двойке пентакли вы чувствуете что есть или есть соперница или есть какое-то другое у него увлечение работой увлечение еще чем-то да может друзья у кого что кого увлечение бутылкой это самое страшное увлечение если ваш мужчина увлечает увлекается бутылкой то есть алкоголь подумайте о том чтобы оставить его в покое потому что алкоголь это неправильное лечение ментальных проблем да нет такого понятия алкоголизма уже в двадцать первом веке мы понимаем это просто очень плохое средство для лечения ментальных проблем очень плохое средство которое убивает если у него такая проблема но понимаете что как лечиться алкоголь алкоголизм и надо идти врачам и серьезно лечить менталитет психику если он не готов лечить свою психику ищи себе другого человека потому что вам не нужно вам не нужно это страдание абсолютно но это вряд ли у всех он там мало у кого то есть теперь уже в наше время все-таки люди просветленные им очень все меньше и меньше людей лечатся алкоголем все больше и больше людей понимает что если есть ментальная проблема это не значит что в какой-то прокаженный это значит просто нужно правильное лекарство подобрать все по своим будет хорошо 21 век на дворе девочки и моя работа это альтернативная помощь называется комплиментарная помощь потому что никто не отменял народных целителей а карт это народные целители понимаете это дополнение к медикаментозному лечению которое тоже хорошо но если у него есть такая проблема я это рекомендую а вы же сами решайте и он пусть решает хозяин барин в иллюзиях может быть он да что сейчас между вами на данный момент ему кто-то может хочет напустить туману ваши отношения кто-то хочет помешать вашим отношениям потому что да да семерка чаш это когда встревают третьи лица когда вам наговаривают на него или его родня может вас очернила полностью но обычно это ну так все нехорошо как может родня такое делать как можно думать что имеют право взрослому человеку диктовать что им нужно да но к сожалению дара дня хочет как бы помочь но она же мешает к сожалению и не принимаете это на свой счет потому что родня вот больно им думает что он еще ребенок не принимайте вообще не реагируйте на если родня мешает вам скажу прямо вот забейте реагировать потому что будете реагировать будет хуже да он как ребенок у некоторых проиграется он как ребенок такой незрелый до пащаж ребенок незрелый который он мы зависим зависим от мнения других людей мужчина очень часто так потому что их матерей мать мальчика манипулирует по незнанию в 99 случаях до из 100 по незнанию поэтому мальчики часто они вот ментально они как бы зависимы от мнения других очень сильно этот мальчик у некоторых проиграться зависим от мнения его матери или от меня окружающих зависим да но он повзрослеет я вижу из этого пожалуй превратится в короля жезла подождите дайте ему время он станет такой суровый мужчина потому что туз меча это суровый мужчина который умеет себя его защитить который знает чего им нужно который не просто так идет на войну а идет на войну справедливости вот в чем дело да хорошо то есть вот здесь а паш пащаж он он улучшается при помощи вот этого туза жезлов вернее извините ту же слов наверное тоже здесь не нужно извиняться потому что высшие силы через меня через мой голос говорят если я сказал ту же словом предполагается здесь тоже а карта туз меча говорит что он станет серьезнее понимаете что такое меч меч ведь это может быть оружие нападения что это очень агрессивно неправильно использование меча а может быть орудие защиты что правое дело защита а также меч может быть самое главное оружие справедливости то есть смотри у меня есть меч я умею защититься да не нападай на меня то есть этот мужчина может скажет своим близким смотри у меня есть меч не нападай на меня и на мою любимую женщину я сам знаю чего я хочу и это так и есть потому что следующая карта подтверждает пентакливая карта подтверждает то что я сказала до шестерка пентакли это говорит о нем может многие девочки мне сейчас услышат до о том что он щедрый души человек если у вас мужчина вот нещедрые там еще что-то другие фрагменты этого видео будут для вас резонировать да но не упрекайте меня в том что я просто канал карты читаю да и здесь мужчина щедрый чересчур особенно со своей роднёй или с бывшей или своими детьми от первого брака с кем-то он чересчур щедро он себя раздает по кусочкам смотрите какая какой здесь алгоритм и математический я обожаю математику смотрите себе то он оставил один пентакль в одни руки он отдал три другие 2 и этот еще ждет то есть здесь он уже половину себя раздал а здесь он последний пентакль и скорее всего он этому говорит подожди будь справедлив ему отдаст еще один сам вообще пустой останется у некоторых проиграется что тот мужчина действительно он щедрой души к людям а люди к нему нещедрые часто бывают и он может раздавать свою энергию направо и налево приходит когда к вам говорит о я обесточенный у меня нет энергии я вообще не чувствую себя живым потому что он раздает себя свою энергетику он не умеет отказывать он не умеет останавливаться он может быть врага голиком он может быть человеком который просто не умеет останавливаться до идет до победного но так ему внушили вот здесь вот это корона это идет до победного всегда иногда нужно остановиться вы понимаете он сам себя ранит этим что идет до победного постоянно а дело все в том что у него есть враги если вот велок окружении есть люди я бы сказал что у него есть враги в общем дело из семи людей которых его окружают два врага а другие пять каких-то ситуаций он сам себе враг потому что он держит эти мечи за острое то есть он сам себя ранит и он сам себе враг и еще двое врагов у этого человека ходят врагу во врагах те которым он помогает ну вот он проблематичная проблематичная психика может быть вот может быть проиграется у тех кто смотрит хотя я скажу что на данный момент я же смотрю да на тот момент когда вы видео нашли вот это такой человек можете ли вы вам помочь я вам скажу что информация это самое дорогое вообще да здесь вы получили о нем информацию а это вам поможет с ним взаимодействовать давайте совет дадим совет вам наконец-то вам дата все было о нем вам совет но может быть вы напрягаетесь но вы-то хотите как лучше потому что это очень хорошая карта на самом деле вы несете все все это силу энергию в дом свой будущее видеть какой дом и это очень хорошая карта эта карта тяжелого труда на благую цель потому что если у вас с этим мужчиной или притирка характера или какая-то сложность это все уйдет вы с ним будете счастливы смотрите с каким трудом несете да а волосы желтые втором но цвет очень важную роль играет а это значит радостью золотое золотое дело делаете если этого человека понимаете вот золотая голова она равносильно пентаклим если вы этого человека понимаете вы как бы сочувствуете ему он этого никогда не забудет он всегда будет помнить добро вот он к ним относится к таким людям потому что ему в жизни трудно приходилось так что вы правильно делаете что вкладываетесь в него вот такой вывод расклада девочки такой раскладик да пусть все плохое уходит а все хорошее остается и приумножается можете сама говорить заговоры сбор расклады это как во время причастия в церкви омовение всех элементов челес и все такое да для того чтобы такие хорошие карты я вот эти оставляю для того чтобы начинал расклад сбываться это как важны потому что тоже духовность мы же духовно спрашиваем не просто ради праздного любопытства правда поэтому нужно присутствовать на сборе карты разрешили смотреть расклад смотрите до конца сначала до конца чтобы он вам помог пусть плохое все уходит а хороший остается и приумножается мои все расклады автоматически чистят от негатива такая моя техника уже многие годы на youtube уже очень много лет я на youtube очень много лет как можно узнать сколько человек лет на youtube зайти о канале это пусть остается о канале и там будет когда вы зайдете посмотрите о канале а там будет год когда канал открылся вот а сейчас скажу что я вас всех люблю очень обожаю и кому нужны уроки на ленорман или на таро обращайтесь пожалуйста на мой сайт переход на мой сайт есть под каждым видео в описании видео там в сноски до в гармошке описание видео и о канале есть переход на мой сайт у меня уроки эзотерические очень профессиональные я вас научу очень легко и быстро читать как ленорман так и таро у меня учатся люди для профессиональной деятельности или для удовольствия для удовольствия кстати ещё важнее чем профессиональная деятельность по ссылкам приходят к вам уроки когда вы закупили их а новые уроки я посылка вам отправляю безоплатно так вот у меня очень хорошо учиться хочу сказать огромная благодарность особенная спонсорам канала потому что я работаю только в общем доступе чтобы всем помогать да вот как церковь нож открыты для всех у кого есть деньги у кого нет не важно каждый может прийти получить для себя помощь поэтому огромное спасибо спонсоры кто помогает мне практически вести мою работу поскольку работа предсказатель это не легкая работа кто думает что по-другому ну я же не переделаю ваши мысли тот кстати ошибается что еще хочу сказать а девочки смотрите мои видео новые или старые все равно потому что старое видео всем очень многим помогли там много отдельных советов не моих там я ченнелинг тоже делают там вы получите совет от высших сил и обязательно с пользой для себя проведете время и обязательно получите нужные вам советы и нужную для вас информацию а я вас всех люблю обожаю обожаю кстати всех мои слушатели одинаково кто с добром пришел конечно и будем видеться желаю всем добра и счастья